Дорогие друзья, всем привет! Сегодня с вами обворожительная Татьяна Дучак. Прекрасная Анастасия Лукьянова. И сегодня у нас особенный повод. Сегодня, в День всех влюбленных, мы будем говорить о влюбленности, конечно же, в танец. Мы подготовили для вас особый контент, специально для девушек, который будет интересен также замечательным партнерам. Мы научимся делать разные, простые и сложные, необычные и классические поддержки. И, конечно же, для этого нам понадобится максимально сильное и надежное мужское плечо. И это будет, конечно же, вы сами понимаете, кто. Подарок для всех девушек, мечта, самый лучший партнер. Александр Тагиров. Ну все, все, захвалили. Саша, привет! Приветики! Так, ну что, парни, начнем. Конечно же, поддержки это у нас самый такой яркий, самый романтичный, самый чувственный элемент танца. Вот, но при этом важно, чтобы девочка чувствовала себя в них надежно, уверенно. Ну и вы сами себя, конечно, не травмировали. Так, начнем, наверное, с самого простого. С кого из вас? Хорошо. О, так, поехали! Сразу пойдем по вариантам, когда мы прям забираем вес партнерши. То есть здесь важный момент, что вы все поддержки, когда вы партнерш принимаете на себя, делаете условно между своих ног. У вас обязательно прямая спина. И если вас нужно менять какой-то уровень где-то, вы делаете это в первую очередь ногами, а не скругляя поясницу. Начнем с простого варианта. Когда мы партнерш со скрестного хвата, с какой-то там синкопы, заводим в позицию, когда рука идет себе на шею. При этом здесь, в принципе, глубоко пихать не надо. То есть основной вес у нас будет в левой руке. Мы ловим партнерша в процессе прикрутки сразу за дальнюю лопатку. И, по сути, здесь фиксируем партнершу между нашей кистью и нашей бицухой. Тогда, в принципе, Насте здесь я чувствую максимальную надежность, я ее могу от пола оторвать, и ей ничего не будет. И вот отсюда, здесь подбираю позицию в ногах так, чтобы у меня левая нога была еще больше без веса в стороне. И уже прижав Настю к себе прям плотненько, она понимает, что все, она чувствует мой корпус. Я начинаю, уходя через мягкие ноги в левую, забирать ее вес за собой. И чуть-чуть раскрываю. И дальше девочка здесь, понимая, что она максимально комфортно, уверенно себя чувствует, может начать играться. Давайте зайдем и расскажу самые простые варианты, которые можно сделать. Что здесь важно на стадии захода, чтобы вам было комфортно находиться в самой поддержке. Очень важно вынести заранее точку опоры, получить ось так, чтобы на нее можно было комфортно дойти весом, а не просто упасть всем весом назад партнеру. Например, мы с Сашкой начинаем заходить, я захожу через внутренний поворот. И вот на этой фазе, когда меня партнер уже принимает заранее в форму, которую он выставил, моя правая нога не подставляется под себя, и мое тело не летит бесконтрольно назад. Я продолжаю выносить точку опоры из-под себя и начинаю парковаться за счет того, что сначала мой центр тяжести уходит назад, а корпус стоит немножко спереди. И в этот момент я получаю надежное соприкосновение с рукой партнера и со всем его плечевым суставом. То есть не здесь, не там, а у нас полный обхват. Получается очень надежно. В этом состоянии я убираю свой таз на ногу и только затем в данной поддержке, доворачивая свой корпус, могу убрать левую руку назад. В принципе, здесь может все закончиться, либо я могу здесь добавить какие-то простые футворки, например, чикины, например, 4 или 2. Как отсюда? Может инициировать выход партнер, а могу я начать инициировать выход через волну тазом и оказаться в передней ноге, откуда меня Саша подхватит, уже будет как-то выводить. Получается очень просто и надежно, если правильно заходить, хорошо чувствовать свой верх, не разваливаться вниз и делать все поэтапно. Та-та-та-та. Отыграли. Партнеры, соответственно, если партнерша начинает оттуда вылазить, вам нужно ее подхватить. Подхватываем в первую очередь, опять-таки, своими ногами. То есть я начинаю, я ушел в левую ногу больше. Вместе с инерцией партнерша таз подавать наверх вправо и здесь выравниваться. Маленький апгрейд к этой фигуре. В данном случае мы остаемся как бы на верхнем уровне. То есть это не самое низкое положение в этой поддержке, которое возможно, о нем мы поговорим чуть позже. Как еще его можно украсить? Можно еще более динамически усилить выход из этой фигуры за счет маха либо кика левой ногой. Что у нас получается? Мы используем такой же кейс захода. Меня Саша закручивает. Опора, мышечный корсет сверху. Я также ухожу в поддержку. Подбираю через собранный кор к себе левую ногу. Инициирую мах наверх. И отсюда начинаю делать волну. Поэтому Саша подхвативает эту тенденцию движения и, например, может обработать через корзинку. А отсюда выйти уже знакомый с ВИЧ. Собственно, парни, чуть более интересный заход, чуть более сложный. И, соответственно, сама поддержка будет более низкая, более эффектная. Мы с такого же хвата, с такого же захода делаем синкопу. Дальше мы начинаем вращать партнершу под рукой. В этот момент я выставляю левую ногу рядом с собой, проворачиваю через низ под рукой Таню. И вот в этот момент, когда она ко мне спиной, я начинаю с ней синхронизироваться. Я на левую ногу переношу вес, вместе с ней поворачиваюсь. Правую руку кладу себе на поясницу. Вот сюда. И в этот момент еще на левой ноге разворачиваюсь, доворачиваюсь до Тани, выставляю левую ногу еще без веса. И вот задача до того, как я ее начинаю ронять, мне подхватить ее за лопатку. Только после этого я продолжаю двигать ее уже вместе с собой и кладу в поддержку. И Таня там может поиграться уже со своей позиции. Мы вытаскиваем оттуда. И так у нас левая рука на спине, очень прикольно этот хват использовать. То есть мы поднимая, задаем ей дальше на лицо продвижение, достаем левую руку наверх, правую за спины и продолжаем это движение в поворот. И дальше через какую-нибудь накидку заканчиваем. Для партнерш здесь основная задача это удержать свой вес, да, то есть не расслабиться, не сброситься. Чем более растянутая позиция у партнерши, тем легче она будет ощущаться в руках партнера. То есть я себя здесь сразу буду удержать в еще большем тонусе. То есть понятно, что когда мы танцуем, мы и так, да, в достаточно собранном состоянии, уходя в поддержку, я буду делать со своим телом, ну, что-то типа планки, да, то есть вот как бы прям держать себя. Да, именно так. А как украшение, да, вариант, можно как раз добавить ногу. То есть в процессе закрутки, да, здесь я уже понимаю, что мы заходим в поддержку, потому что Саша уже меня держит. Я это чувствую, я, соответственно, создаю здесь как раз тонусное состояние в теле для того, чтобы удержать себя не только вертикально, но и в горизонтальном положении. Далее я могу, как вариант, перенести вес в левую ногу, правую ногу освободить и уйти правой ногой в поддержку. Далее правая нога рисует красивый ронд. Я сгибаю колени и выхожу. Ну, здесь дальше уже выход классический, здесь ничего сложного нет. Интересный момент, я использую левую руку, возможно, вы увидели, для того, чтобы зафиксировать себя. Сашку-Заляшку. Да, точно. Сашку-Заляшку. Это вас, девушки, с 14 февраля. Специально для вас. Партнеры, пара моментов по безопасности. Поддержка более динамичная, более низкая, партнерша, там достаточно крутая траектория. Поэтому, опять-таки, самый ключевой момент. Можешь делать, Танюш, пожалуйста, вот с этого ракурса разочек? Мы вращаем партнершу, стараемся подобрать свою траекторию так, чтобы мы вот здесь вот стали как можно ближе. И когда я начинаю забирать за собой, я сначала к себе прижимаю, чтобы он понимал, что ее вес пойдет прямо рядом со мной. Даже если я внизу чуть-чуть раскрываю, да, но роняю я прям как можно ближе к себе. Тогда партнерш вас за собой не утянет, и вам не будет неловко, если вы на нее грохнетесь. Все, дальше мы поднимаем, раскручиваем и выходим. Как вариант еще усложнить, чтобы вас условно из точки, из какой-то остановки, дальше вы не уходили в стол, в позировку, вы можете попробовать завести партнершу тут и сразу в райд. То есть вы заводите партнершу, она делает вот этот прикольный рондик. И дальше вы эту инерцию используете, чтобы повести ее по кругу, а уже потом раскручиваете в остановку. Ну, соответственно, задача партнерша здесь, чтобы получился райд, не мельтешить ногами. Это любимая ошибка партнерша, когда происходит что-то незнакомое, а эти элементы, скорее всего, вы не прям каждый день делаете. Кстати, да, вот любимая ошибка партнерша – это начинать лишний перенос веса делать, который усложняет для партнера понимание того, на какой ноге вы стоите и как вас в этот райд заводить. Для того, чтобы этой проблемы не было, ваша задача – вот куда вас партнер поставил, там и стоять. Да, самостоятельно, как можно меньше переносить вес. Тогда партнеру будет гораздо более понятно, где вы находитесь, и он будет контролировать ваши действия надежно, то есть может завести вас в поворот, в райд, в следующую поддержку, куда угодно. То есть как раз-таки опять о чем говорит Таня, партнеры, ваша задача здесь – завести партнерш в райд. Можешь тебя еще раз попросить вот сюда поставить, там и отсюда начинаем. Вы, у вас взаимодействие через левую руку, да, право здесь просто для контроля. Ваша задача – свою траекторию подбирать так, чтобы вы своим телом партнершу равновешивали. То есть я Таню завожу в поворот, сам иду в противоход, назад, и ногами стараюсь от нее убегать, чтобы все время своими шагами ускорять партнершу. То есть позиция будет не очень удобна, у вас шаги назад. Ну что поделать, выходов тоже вы можете накидать спокойно, выйдя через дак, допустим, в другой райд и так далее. Но ключевой момент – это подбирать свое положение так, чтобы партнерша у вас была, грубо говоря, слева, чуть спереди, чтобы вы ее все время подгоняли. Итак, мы продолжаем пилить просто сказочный контент для девушек и использовать самого надежного партнера хасла по назначению. И поэтому мы продолжаем работать с нашей глубокой поддержкой. И рассмотрим вариант выброса ноги, как бы эффект полушпагата и эффект шпагата. Шпагат там, конечно, не обязательно, да, у меня и не нужен, да, у меня и нет. Но самый эффект выброса двух ног всегда смотрится хорошо. И какие-то стандартные продолжаем показывать кейсы на выход, связанные с использованием энергии вырастания снизу. Итак, так же, как Таня и Саша заходили, мы будем заходить в эту глубокую поддержку. И на фазе ухода вниз я не буду бояться оставлять левую ногу спереди, я оставляю правую ногу и смягчаю ее в нижний уровень. Просто выкидываю левую ногу и получаю полушпагат. Да, естественно, можно сделать какой-то красивый кейс, можно открыть вот сюда руку. Мы разворачиваем наружу левый тазобедренный сустав, есть трансляция вниз. Безусловно, нужна какая-то базовая растяжка, но в целом это не очень сложно. И вот момент, когда я начинаю свой таз вытаскивать на правую ногу, связан с подтягиванием левой ноги. Здесь я могу получить точку опоры, Саша, можно я начать поворачивать, и мы там приходим уже в какие-то стандартные кейсы. В общем-то, здесь все зависит от того, что делает партнерша. Подставит ногу, выставит точку опоры вперед, Саша на это все ориентируется и может выбрать какие-то варианты выхода. Ну, то есть, да, партнерок. Можно еще разойти? И здесь, если партнерша продолжает ваше действие какими-то заполнениями, во-первых, если вы руку на себя положили, не обязательно ее там держать, то есть вы можете открыть. Да, то есть партнерша так продолжает за нашу талию держаться. Если Настя там продолжает уходить дальше, я ее не блочу, я начинаю немножко за ней продлевать это действие. Это вторая рука меня заполняет. Дальше, если Настя начинает вырастать, во-первых, вы можете использовать вторую руку, допустим, показать ей и отсюда вывести в раскрытие, чтобы у вас было какое-то разнообразие. Либо там использовать на дак левую руку, не обязательно один и тот же выход рассматривать. Ну и, соответственно, можно сделать не полушпагат, можно выбросить две ноги в прямое положение. Для этого нужно очень хорошо потренироваться, взять десяток индив, обязательно иметь подобный опыт, столкнуться с проблемами, поэтому не повторяйте это сразу дома и без подготовки. Но, тем не менее, так можно отловить какой-то яркий акцент в музыке, который вы слышите, его приближение, да, ну, либо хотя бы просто можно сделать это медленно и аккуратно. То есть, на самом деле, в режиме тренировочном не обязательно делать из этого безумную какую-то именно точку. То есть, можно есть точку сделать, потом... Можно просто выкинуть ногу, да, и просто довести до состояния вот до этого. И дальше то же самое происходит. Саша инициирует движение, я вырастаю на опору, хоп, и мы уже идем в какой-то следующий кейс. Да, вот у нас получается такие вот, как бы, каскад акцентов. Ну и, соответственно, если это сделать чуть быстрее, мы не будем делать супербыстро, просто обозначим этот момент, да, то получается, что у нас есть такой, например, акцентик, выход тот же самый. Выйти, допустим, в променад. Да. Здесь главное на выходе не спешить, да, внимательно следить за тем, какую идею предлагает партнер, потому что все эти фишки хороши именно в каком-то комбо, что у нее есть тенденция развития, мы эту тенденцию подхватываем, а не так, что мы обламываем на выходе, фишка состоялась, и ладно. Ну и плюс у вас есть куча вариативных, потому что у вас есть разные варианты захода, разные варианты заполнения, разные варианты выхода. То есть из одного тоже паттерна вы можете накидать там кучу-кучу-кучу разных комбинаций неповторяющихся. Так, парни, теперь поддержка на демонстрацию вашей силы, ваших мощных рук. Вообще, это на самом деле очень олдскульная штука, но получилось так, что вы ее воскресили, и она оказалась очень прикольной. Мы будем партнершу ронять, принимая полностью ее вес на наш локоть. Заходим также с одними наухвата, вращаем партнершу на поворот. Здесь задача, когда вы будете под рукой проворачивать, подсунуть свой локоть ей в локоть. То есть у вас действие будет, можешь, Таня, пожалуйста, вы вращаете партнершу, здесь немножко прокручиваете кисть вот таким образом внутрь, немножко, в ключевом моменте так, поделили все, что вы услышали, на 10, чтобы партнерша не заломала, но чтобы у нее локоть чуть сложился внутрь. Все, дальше вы сгибаете свой локоть, попадаете на сгиб ее локтя, и начинаете вот здесь вот весом вытягивать партнершу. Вам нужно дать ей взаимодействие немножко наверх и за ее баланс, то есть наверх и за баланс. Тогда надо понимать, что может отдать вам вес. И кладем партнершу, насколько глубоко она может опуститься, поднимаем и, допустим, закидываем себе за спину. Пум-пум. Здесь пара моментов, да, опять-таки. Все эти штуки делаются, как всегда, ногами. Когда вы партнерша будете опускать в поддержку, ваша задача убрать свой таз назад, потому что это ваш баланс будет, потому что партнерша перед вами, она будет утягивать вас вперед. И скручивая корпус, оставлять локоть как можно ближе к себе. То есть я танюю кладу не просто наклоняя вперед, а поворачиваю корпус, тогда локоть идет по ближайшей ко мне траектории, и я как можно больше смогу контролировать это действие ногами. И, собственно, весь прием веса, опять-таки, я убираю таз назад, сгибаю левую ногу, поворачиваю корпус. Все, тогда ее вес как можно ближе к моей точке опоры будет. Задача партнерши. Во-первых, когда там происходит действие через локоть, то есть у вас возникает взаимодействие в локтях, очень важно сохранить это взаимодействие. То есть не надо здесь выходить из этой позиции. То есть если партнер сделал вот такой вот необычный хват, значит это ему так надо. То есть очень часто партнерши, опять же, из необычных хватов пытаются как-то руку вот убрать. Это ошибка. Если вы так сделаете, вы не получите того, что хочет с вами сделать Александр Тагиров. Особенно важно не выпрямлять там локоть. Да. А то будет неловко. Это прям ключевой момент, потому что дальше вам надо будет на этой руке держаться. То есть локоть партнер вам согнул не просто так, это так надо. Хват здесь тоже именно в локтях не просто так, так надо. Единственное, что от вас требуется партнерша, это опустить вашу руку вниз. Тогда у вас будет надежный здесь хват, когда вы точно друг за другом держитесь. Если рука наверху, вам не будет особо удобно. Ну то есть в целом это естественное движение. Если вы там не тупите, то это и так произойдет. Дальше. Когда партнер дает вам преп наверх, это для вас информация о том, что, дорогая, собери булки свои, ибо сейчас будет трюковое действие. Ну а что мы делаем? Мы все булки, все собираем, соответственно. Единственное, важно, плечи должны остаться внизу. Вот эти булки мы никуда не двигаем. Плечи внизу, центр собран, и партнер, двигая вас, уже может уйти в поддержку. Здесь я красиво растягиваюсь, показываю ручку красивую, тянусь и так далее. Отдыхаю, расслабляюсь, ничего не делаю. Скажи, когда поднимать? Ну можно сейчас. Когда я поднимаюсь, ключевой момент, это понятно, что начало действия мне задает партнер, естественно, потому что я оттуда из горизонтального положения сама не встану. Но в конце, в последней фазе вставания, там уже, конечно, партнерша должна все-таки что-то и сама сделать, потому что партнер максимум вырабатывает свои возможности по перемещению вас. От вас, девушки, задача буквально самую концовку доделать, до собраться, дойти до ноги, и дальше уже партнер все сделает, вы не переживаете. Партнеры, соответственно, ваша задача, вот вы положили девочку, где были ее ноги, туда ее вернуть. То есть отсюда от левой ноги наверх до правой разгоняйте, и потом еще до воротом корпуса доводите дальше. Если вы сообщите достаточной инерции, можно это продолжить во что-то еще. Допустим, Танюш, можно тебя? Ложись. Жум. Поставили девочку, и по воротам корпуса закинуть за себя, дальше, допустим, стандартный паттерн через ронд, крутануть, уронить дальше. И пошли танцевать. Так, продолжаем тему, как забрать у женщины ее самое дорогое, ее баланс. Очень популярная штука, допустим, из того же раскрытия мы берем партнершу, в процессе поворота ловим уже, когда она к нам спиной, за талию, поставим вторую руку для контроля, забираем на себя, бум. И здесь вариантов продолжения можно тоже напридумать полным-полно. Как вариант, отсюда мы будем забирать ее в поддержку по воротам корпуса. И отсюда использовать эту скрутку для того, чтобы отправить ее в ромб и пам, допустим, забрать продолжение танца. Вариант поинтереснее, когда мы партнершу забираем в паттерн из танго, по модному называется колесито. Вот здесь положили на себя, и дальше на мягких ногах, держа вес партнерши на себе, мы идем по кругу. Гуляем, 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 не важно там что. Когда закончится, наверное, по музыке возвращаем на место, и дальше через любой выход возвращаемся в танец сюда. И вариант, если хотите что-то более интересного, когда вы партнершу роняете спину на себя. Здесь удобнее всего заходить с какого-нибудь бейсика на партнершу, когда вы в закрытой позиции. Повели партнершу, дальше левой рукой закручиваем, правой сразу спускаемся в зону безопасности на талию. Делаем поворот, можно добавить несколько, если у вас нужно подбитый таксан. В какой-то момент мы прям цепляем ребра партнерши и начинаем наматывать ее на руку. Левую руку можно опустить на нее, можно опустить себя за голову. Дальше прижимаем партнершу к своему правому боку и забираем на себя. Дальше можно через волну поднять, дать преп и вернуться в танец. Продолжаем тренировать нашу спину и ягодицепсы и радовать женщин неожиданными решениями. Мы будем рассматривать вариант, похожий на предыдущий, когда мы партнершу уронили на себя спиной. Бум. Вот. Только здесь я буду сразу подхватывать ее под руки, парсовые свои, и использовать этот хват для того, чтобы партнершу уронить лицом вниз. Здесь похоже на принцип поддержки за локоть, когда мы разворачиваем корпус и уходим весом в левую ногу. Бум. Здесь руками чуть отпускаем партнершу от себя, чтобы поддержка не смотрелась тяжело. Дальше ногами поднимаем, выравниваем партнершу и продолжая эту инерцию, вводим ее в райт. Та-та-та-та-та-та-та. И, допустим, через какой-нибудь ДАК останавливаем и в раскрытие. Чем там занимаются партнерши? Партнерши занимаются, как обычно, тем, что собирают булки. Это классика во всех поддержках. Партнер, конечно... Партнер не разбирает их даже, между прочим. Партнер их, конечно, держит, но на самом деле все равно, девчат, если вы будете там киселек, ничего не получится. То есть уже в моменте, когда партнер изначально положил вес на себя, я уже там группируюсь. Только группируюсь, а не в эмбриончика, как многие партнерши, такие испугались, такие, о, на рефлексах. Нет, наоборот. Группировка происходит за счет растяжения тела, и тогда партнеру будет легче меня держать. Если вы не понимаете, как это сделать, партнерши, для вас есть очень простое упражнение. Вам надо встать в планку обычную, классическую планку. Платье смотрится шикарное на каблуках. Да, в платье и на каблуках обязательно выполняйте это упражнение. Мне даже не лобка стоит рядом сейчас. И ваша задача, девчат, чтобы не было вот этих всех прогибов и провалов, вот это все плохо. Да, ваша задача растянуться максимально. То есть растянуть себя, все тело, вот от пяток до макушки. И ноги напрягать. И ноги тоже растягиваются. Чем больше вы растянуты, тем легче вам там стоять. Это очень быстро вы почувствуете. Если постоите хотя бы секунд 30, вы уже поймете, что чем более разобранное у меня там состояние, тем сложнее держать планку. Чем более растянутое положение, тем легче. То же самое я буду делать здесь, в этой поддержке и вообще во всех поддержках. Если через 30 секунд не почувствовали, еще 5 минут и 30 секунд постойте. Тогда почувствуете. Так, мы заходим. Положили партнерша, подсунули руки под локти, себе под локти. И дальше, как можно ближе к себе ее ведем. Дальше отсюда мы партнерша поднимаем и продолжаем, поворачивая партнерша, продолжаем эту инерцию. Сами чуть отходим назад, чтобы дать ей возможность остаться на ноге. И партнерша выстраивать какую-нибудь классную позицию. Допустим, подхватили, подхватили и продолжили. Фу. В общем, партнеры, удивляйте партнерш, поддерживайте, будьте для них опорой. Им это нравится. Да? Да, нам очень нравится. А теперь для самых упертых и внимательных. Сцена после титров, ради чего все видео и пилилось. Собственно, мы с Таней в первый раз эту штуку сделали в турнире. Как мы выходили из этой поддержки, то есть что я делал? Я ронял Таню, там так получилось, что она легла прямо в дощечку. Ну, я взял ее, перешагнул, и Таня продолжила через шпагат. И отсюда мы вышли. У-дум-пум. Потом нужно будет вставить, у меня есть фотография этого дела. Там просто мем на меме можно делать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...